Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, звучит то как? 41 день, ЕСОД в ЕСОДе, основа основ. Каждый человек нуждается в том, чтобы иметь связи с другими людьми. Каждый человек общается с кем-то, контактирует. И в результате вот наша жизнь складывается из этих контактов. Спросите себя, трудно ли вы сближаетесь с людьми, легко ли контактируете на работе. Подумайте, есть ли смысл замыкаться в себе, лишая себя общения с окружающими, даже если у вас был раньше какой-то негативный опыт. Также замкнуты вы как во внешней, так и во внутренней, личной жизни. Боитесь ли вы тех контактов, потому что кажется, что слишком ранивые. Вот все это надо как-то попытаться оценить сегодня. Важно развить свою способность налаживать и поддерживать связи с людьми. Даже если есть разумная причина не доверять кому-то. Мы должны помнить, что Всевышний дал каждому из нас такую, знаете, божественную душу, способную любить. И мы должны узнавать ее голос. Вот, в принципе, то, о чем говорит основа основ. Глава Бекуха Тай. Всевышний предосерегал нас от целого ряда огромных ошибок и пытался удержать от них даже, как бы, угрозами, говоря, что будет так и так и так. Но в конце, в самой грозной в Торе проповеди, как это случается с любящими родителями, он признался, что в конце концов все обойдется. Слова Бога в конце сказаны, что «И вспомню союз свой и завет с Яковом, а также завет с Каком, и завет мой с Авраамом, и вспомню, и землю вспомню». То есть, в принципе, нам подарена надежда. Но это не значит, что будет легко. Вот что рассказывает нам глава Бекуха Тай. Цель нашей жизни – личное совершенство. Нам это говорится на протяжении всей Торы. Мы должны прийти в этот мир лучше, уйти из этого мира лучше, чем пришли. Это задача. И все, что ведет нас к этому – добро. А все, что уводит от этой цели, как бы нам ни казалось это другим, это зло. Вот и все. Если что-то помогает вам развить свою душу – все добро. Нет, нет. Потому что зло и добро перемешаны и замаскированы. Вот именно так его надо определять. Вот это лакмусовая бумажка. Поэтому люди приходят в этот мир раз за разом исправлять то, что натворили. Иногда перевоплощения повторяются много раз. Люди любят эту тему. Я в двух словах расскажу. В книге ЗААР указывается, что иногда Творец определяет новое воплощение души, даже в тот самый день, когда прежнее тело умерло. Душа входит… Единственное, что не может войти в этот мир, при чем тело не похоронено. Так написано в книге ЗААР. Порой, когда еще родственники возвращаются с похорона, душа умершего уже начинает свой новый цикл жизни. Иногда даже в той же стране, в том же городе, иногда в той же семье. В других случаях воплощения бывают через годы, через столетия, иногда через тысячелетия после смерти прежнего тела. Например, как свидетельствует Каббала, душа Эвеля, сына первого… Помните, был Кайн и Эвель. Эвеля, сына первого человека земли Адама, через две тысячи лет вновь воплотилась в Маше Рабейну, которому предстояло вывести сынов Израиля из Египта. И при этом душа брата Эвеля, Кайна, воплотилась в фараоне, который противостоял Маше. Еще раз через тысячу лет потом, искра Маше воплотилась в Шимоне Бар-Ри-Яхае, авторе книги ЗААР, которая содержит все сокровенные разделы Торы. И, наконец, еще через полтора тысячелетия из Крамаше пришла, сказано в Каббале, Ицхак Алурии, Аризаля, который объяснил книгу ЗААР и передал своим ученикам. То есть, очень многое известно, очень много мы знаем в этих тайнах Торы. Недельная глава завершает книгу Ваекра и подчеркивает главную составляющую еврейской жизни. Ответственность за данную нам вот эту вот самую жизнь. Мы ответственны за то, что получили. Понятие ответственности, как и вследствие соблюдения законов Торы, это и есть прямой путь человека к Всевышнему. Вся извилицность человеческой истории это доказательство преимущества прямоты, не более того. Поэтому, чем более прямым путем мы идем к Богу, тем правильнее, наверное, ходим по земле. Перед нами Шаббат. Мы каждый раз говорим в пятницу о Шаббате. Могу сказать только одно. В Каббале написано, что расходы, которые несет человек в честь Шаббата, кстати, еще и праздников и обучения своих детей Тори, небо полностью ему возмещает. То есть наши доходы определены в Рошашуна, кроме расходов вот именно на Шаббат. Поэтому не стесняйтесь, все заплачено Богом. Суббота день, принадлежащий Творцу. Он говорит, в этот день приди и будь передо мной. Конечно, ты всегда ходишь передо мной, но Шаббат, не отвлекайся на обычные дела. Знай, что в этот день все это должно быть как бы с большей близостью к Богу. И еда, и молитвы, и все что угодно. Отдыхай, но в моем присутствии, говорит Бог. Разумеется, молись. Я благословлю твою молитву больше, потому что ты рядом со мной в этот день. Люди все время что-то просят. Ну так просите в Шаббат. В Шаббат вы это можете получить. Брахава от Слаха, хорошего Шаббата, всего самого-самого лучшего.